Здравствуйте, дорогие друзья! У меня для вас сегодня на обзоре, на небольшом, вот такая вот замечательная книга. Она называется «Икигай. Смысл жизни по-японски» и автор ее Кен Моги. Значит, я уверен, что многие из вас наверняка встречали понятие «Икигай», потому как в соцсетях мне очень часто это попадалось. Причем попадалось в качестве какой-то картинки, где кружочки все сходятся вместе, в качестве каких-то тезисов. Ну, вы знаете, что в соцсетях часто информация подается достаточно кратко. И вот я твердо убежден, что с «Икигай» так поступать нельзя. Потому что мне же эти посты встречались, и я же их читал, и я искренне не понимаю, как можно такую краткую информацию воспринимать, потому как «Икигай» — это просто, ну, целая жизненная философия, которая, мне кажется, сегодня очень необходима каждому из нас. Почему необходимо? Ну, потому что мы живем с вами в очень удивительное время, когда такой документ, как «Международный классификатор болезней», который распространяется более чем на 100 стран, переведен на 43 языка, новая редакция содержит такой диагноз, как «игровая зависимость». Сейчас современные исследователи употребляют такое словосочетание, как «цифровой аутизм». И то, что гаджеты на нас сильно влияют и просто действуют подчас как наркотик, это уже ни для кого не секрет. Я, кстати, по этому поводу недавно опубликовал видео под названием «Моя цифровая диета», где делился, как я это применяю к себе, вот этот вот термин «цифровая диета». Автор Кен Моги – это приглашенный профессор Токийского университета, старший научный сотрудник одной из лабораторий компании «Сони». И его сфера интересов очень широка. Это и науки о мозге, это и лингвистика, и история, и культура. Это очень важно понимать нам, потому как сейчас в мире, где очень много разнообразной информации, конечно, хочется фильтровать и хочется выбирать лучших. Хочется выбирать сильных авторов. Если уж мы с вами согласны тратить время на прочтение книги, то, ну, по крайней мере, мне хочется, чтобы это было не просто так. Поэтому я делюсь с вами именно этой книгой. Я с детства увлекаюсь японской культурой, и я много прочитал книг о японской культуре. И хочу вам сказать, что если бы меня спросили, а вот скажи, пожалуйста, человек хочет познакомиться с особенностями японского менталитета, с особенностями культуры, и взять для себя на заметку что-то такое интересное, что-то такое важное, что-то лучшее, что японцы придумали, и как-то добавить в свою жизненную философию. Вот какая бы эта книжка могла быть? Вы знаете, ну, одна из них точно была бы вот эта. Что такое икигай? Я даже сделал вот эту закладку, потому что икигай в этой книге представлен пятью принципами, и эти пять принципов хотел вам зачитать, но потом понял, что читать их не имеет смысла. Это вот как те посты в соцсетях. Мало, очень непонятно, и может быть даже и оттолкнет немножко, потому что, ну, практически ни о чем. Но с помощью текста этой книги, когда это все расшифровывается, а эта книга, знаете, она не только расшифровывает эти пять понятий, здесь еще приводится очень много разных интереснейших примеров, которые, я вам хочу сказать, я практически нигде не встречал, читая раньше другие книги о Японии. Вот, и если вы хотите увидеть картинку Японии, то, конечно, очень много в сети разных роликов, разных передач, но если вы хотите что-то узнать именно о той соли, менталитета и культуры, которая может лично помочь вам и стать частью вашей жизненной философии, то вот это как раз, эта книга об этом. И я эту книгу прочитал дважды. Один раз я прочитал, когда мне ее жена подарила, а второй раз я ее прочитал вслух. Я в предыдущих роликах уже говорил, что у меня есть такая традиция читать книгу вслух жене и сыну. Моему сыну 10 лет, и мне кажется, что раньше, когда им было 9 лет, 8, ну, он бы, может быть, не так бы это воспринял, но сейчас он уже готов. Сложных слов достаточно мало. В основном все очень понятно и написано простым языком, поэтому паузы, чтобы пояснить ребенку какой-то вот, они были очень незначительны. Значит, эта книга, она для меня как некая такая, знаете, медитация вот в этом быстром современном мире, который как искры бенгальского огня порой напоминает мне. И я думаю, что те из вас, кто последует моей рекомендации и либо приобретут эту книгу, либо скачают ее в электронном формате и познакомятся с вот этой философией Икигай, явно не останутся равнодушными. А кто-то из вас даже захочет сказать спасибо за такую рекомендацию. Вот, собственно, чем я с вами хотел поделиться в этом видео. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok